Привет, дорогие наши зрители, любители канала Таро. Меня зовут Антон Эсс, это моя мама Анжелика. Здравствуйте. И на этом канале у нас каждую субботу самые интересные, самые горячие расклады на картах Таро, на публичных личностей, на животрепещущие события. В прошлой неделе у нас было вот это вот видео, гадание прогноз на Россию в 2024 году. Огромное количество было спорных комментариев. Интересный комментарий написал... У нас же, конечно, мы же русофобы, самые страшные, в России все хорошо. Напишет мне одна зрительница. Насчет гадания на картах Таро о прогнозе на 2024 год. Меня так забавляет, когда люди пишут, что у них все хорошо. А зачем вообще слушать этот прогноз, если у вас все хорошо? Может, Москва там забавляется, а в наших краях сибирских все катится на дно. И чем дальше, тем тяжелее. Что делать семьям, кто концы с концами сводит? И еще скажите, что малообразования и опыта нет. Все есть. Вот только цены на все просто не дают жить. Про лекарства я вообще молчу. У моих родителей диабет. И те лекарства зарубежные, которые раньше можно было купить, сейчас нет в продаже. А наши лекарства не работают в полной мере. Таким людям, как мои родители, что делать? Патриоты вы наши. Или боты, купленные мать вашу. Ну, в общем, вы поняли. На самом деле она права. Можно, знаешь, смешивать любовь к родине, большой патриотизм. Это неплохо. Это замечательно, когда люди любят свою родину. Когда по факту ты видишь, что идет все не так, как... Ну, не по плану все идет. Ну, где все хорошо? Ну, где все замечательно? Планы рухнули. Да рухнули все планы. У нас все... Сидите в своей... Да сидим в своей Европе, ребят. Просто иногда надо адекватно оценивать. Если ты не скажешь, что в России все хорошо, ты автоматически становишься русофобом. А как здесь можно сказать, что все хорошо в России? Или вообще хоть что-то хорошо в России? Как можно сказать, когда это будет неправда? Вот если бы мы сказали, что Россию ждет в следующем году безоблачное будущее, и только позитивный расклад, и только все будет замечательно, вот здесь вы бы могли сказать, что мы врем. Вот здесь можно было сказать, вы подтасовываете карты. Вот здесь можно было бы в теории сказать, что вы продажные люди. Ну где? Здесь, как называется, к гадалке не ходи, и так все ясно. Просто разгромили в пух и прах. Почти 10 тысяч комментариев у нас за неделю собралось. Ребят. За два дня. Ну, за два дня. Поэтому надо немножко тоже трезво смотреть на собственные реалии. Здесь не говорю про любовь к родине или любовь к России. Но когда все через одно место, мам. Очень много пишут тарологов. Эта карта так читается. Карта – это не мертвое существо. С ним нужно общаться. Его надо видеть. То есть выучить символы – это не значит уметь гадать. Читать карты, конечно. Кто-то мне говорит, написал. Вот мы зачитывались просто комментариями. Кто думает, что мы просто говорим, пишите комментарии ради движа, мы зачитываем все комментарии. Рыцарь Пентакли – это небывалая удача у России. И поток денег идут. Ну как можно? Рыцарь Пентакли – это пауза в рабочей… Это рабочая пауза, по-другому никак. Конечно. Или та видит Пентакли – это значит, идет… У мамы очень многие спросили, как ты читаешь карту «Восьмерка Пентакли» как тюрьма. Во-первых, я написал, это надо читать в сочетании с картами. Конечно. А во-вторых, что такое «Восьмерка Пентакли»? Это предтюремные разбирательства, а дом – это уже тюрьма. Это однообразная работа в заключении. В заключении. То есть это может быть просто как отдельная карта, это рутинная работа, которая приносит удовольствие или нет. Или там нету. Наработки на будущее. Наработки на будущее. Но в сочетании с другими картами, это репетативная работа, в сочетании с некоторыми картами, считается как тюрьма. Молодые тарологи, они ещё настолько ученики. Выучить вот то, что написано, это не значит увидеть их суть. Не, мам, ну некоторые как? Покупают Таро Уайта, классика жанра, да? И там есть буклетик, да? Буклетик прочитала – умею гадать на Таро. Ни сочетание карт, ни значения, ничего. Не, мам, таролог – это годами практика. И практика, и понимание. Понимаешь, все тарологи должны быть априори образованными людьми, чтобы у них были мозги образованные, понимаешь? Чтобы они понимали, о чём речь. Да. Молодые тарологи – это такие ученички. Это детский сад. Но дерзайте, а вдруг. Да. А буклетик прочитав – это базовое значение карты. Пишут комментарии такие. Конфронтируют. Ну, такие. Украина. Что ждёт Украину в 1924 году? Тяжелое гадание. Да. Императрица на срезе. Когда выпадает карта императрицы, это значит, они найдут выход. Императрица – это дверь. Это не ворота, а это врата. То есть она, только она знает выход. Но они перестали собой любоваться. Украинцы, императрицы – это врата. Они найдут выход. Если бы те деньги, которые им давали, они употребили по назначению, не любуясь, понимаешь, когда дают деньги, бахвальство, как будто бы. Два-три дня богатым быть. Это удел нищих. Да. Понимаешь? Дальше. Когда они перестанут любоваться собой, что у нас всё есть, у них не всё есть. Понимаешь? А те деньги, которые им выдают, они должны не на любование идти, не на фокусы. То есть растратили, потом опять ждём. Понимаешь? Деньги дают – у них праздник. Праздник. Этого делать нельзя. Понимаешь? Если деньги дали на войну, употребите их. Не делите, не пилите их. То есть тогда украинцы найдут правильный выход. Понимаешь? Вот им дают, а они ещё ждут. Понимаешь, мам, дают, а они ещё ждут. Какая адова коррупция сейчас в Украине. Нет, я понимаю, кому война, кому мать родная, но какая адова коррупция сейчас. Понимаешь? Вот так чревоточено, где каждый из ними мент с правильными погонами – это царь. И, знаешь, миллионные обороты, какое-то это. Понимаете, ребят, чтобы победить в войне, чтобы выиграть войну, чтобы получить свою сатисфакцию, нужно в первую очередь вот это вот выкорчевать из своих рядов. Всё положить для победы. Всё для победы. Вот. И поэтому некоторые думают, что это навсегда. Это временно. Когда много денег, чужих, незаработанных, они идут, как правило, не по назначению. Дальше. Что ждёт Украину? С нуля. Дурак. Это очень-очень шикарная карта начать с нуля, осознав. И просто опять начнём с нуля. Деньги с нуля, деньги с нуля. Это не работает. Поэтому нужно не по-глупому относиться к тому, что вам дают, а нужно употребить их, потому что те, кто дают большие деньги, в итоге получаются маленькие. Ну что? Разве можно в такой период разворовывать? Никогда. Вот. С маленькими деньгами они опять начинают болеть, страдать. Идеи-то хорошие. Их надо научить, как употреблять эти деньги. Карты шикарные, посмотри. Ни одной воинствующей карты, кроме как деньги идут не в те врата. Интересно, посмотри. Окончание. Это кто-то, кого употребит, а это... Не дошло. Здесь до дьявола, а здесь до любовника. Вот просто зеркальные карты. Ещё эта карта читается как братья. Эта карта считается как братья. Здесь может быть такая же и коррупция брат-брату, сват-свату. Понимаешь? Это тонкая карта. Это выбор их. Вот, понимаешь, быть счастливым на сегодняшний день это не значит на будущее. Эта карта не выпала. Некоторые смотрят, что там на конце колода есть. Это тоже, но какие-то намёки. Хорошие карты. Ни одной воинствующей. Они, может быть, готовятся к праздникам. Но ты посмотри. Но это только мысли. Ни одного действия нет. Действие это рыцаря. Ни одного рыцаря не выпало. Украина, 24-й год. Общий вот этот. Вот ты сейчас выберешь карту. Пожалуйста, почувствуй рукой, да, что она будет идти на протяжении всего гадания красной линии. Карл Пентакли. Вот тебе ответ. Не надо надеяться на деньги дяди. Или надо. Вот сейчас мы узнаем. Ну, то есть, у них деньги красной линии во главе угла. А надо, чтобы была победа. Чтобы отстоять свою землю, свою родину, надо многое положить. Я сейчас принимаю новый закон о мобилизации. Понижаю. Призыв на мобилизацию планируют с 27 до 25. Всех призывников в армию. Они автоматом идут не в армию. Они идут на военное обучение. Ну, такая ситуация. Ну, такая ситуация. Военное положение. Война. И ты понимаешь, и столько украинцев переживает по этому поводу. Я понимаю, я отлично понимаю, что это брат, муж, отец. Но это война. И на кону все равно родина. И когда мне говорят, а вот смотрите, вот в Украине мобилизация постоянная. Да потому что русские напали. Блин, а как? Надо, чтобы мобилизации не было, и все захватили. Нет. Так, что сейчас происходит в Украине. Туз Бастонов. Они настолько, они, конечно, любят родину, но они настолько оптимистичны. Понимаешь, они оптимистичны. Они думают, это очень шикарный туз. Это мысли о будущем, о процветании. То есть, отстаивая свое, они, конечно, думают о будущем. Очень хорошая карта. Это предвестник добра. Шестерка мечей. Не знаю. Наверное, некоторые думали и думают сейчас, что те, кто уехали, им бы надо вернуться. А может быть, и вернуться придется. А может быть, и вернуться придется. То есть, это тоже большой пласт населения. Очень много украинцев уехали в такой призывном возрасте. поэтах. Там было, что детей увезли, женщин, это понятно, но им придется вернуться, потому что они когда-то сделали не очень верное решение. Хотя, чувство самосохранения, оно, конечно, играет роль. Не все патриоты. Дальше. Верховная жрица. Это очень серьезная карта. То есть, если выпадает козырь, это козырь. Это козырь. Понимаешь? Вот то тайное, чем они лелеючи питают себя, это как будто бы девственная карта. Но ведь все когда-то женщины были девственницей. Пора им не в иллюзиях пребывать. И женщинам нужно действовать. То есть, в Украине сейчас какие-то тайные есть мысли, как из этого выйти. Но это только мысли. Они пока эти мысли не раскрывают. Это все втайне. У них два пути. Понимаешь? Белый и черный. Книги могут выбрать какой путь. Что сейчас происходит в Украине. Семерка кубков. В Украине люди понимают. Но почему столько бед и все в пустую? Все в пустую проходит. То есть, ВОЗ и ныне там. Скоро два года. Это большой срок для победы и для поражения. То есть, люди понимают, как бы они себя не вели, что бы они не делали все в пустую. Понимаешь? Люди заигрались в иллюзии. Для того, чтобы победить, не надо ворвать деньги. Для того, чтобы победить, нужно, чтобы кто-то вернулся. Нужно собраться. Для того, чтобы победить, надо все собрать. И деньги, и силы. и возвратить и возвратить те, кто может способствовать этой победе. Победе, да. Да. И в итоге... Дьявол. Понимаешь? Украинцы такие люди. Не то, что на авось, да, но все-таки выбор у них, конечно, как же сказать, они хотят все и сразу. Так не бывает. Эта карта, вот, они не могут понять, кто, кого может употребить. Выбор, возврат, двойные мысли, и все это впустую. Я не знаю, могу ли это говорить, но там нет больших военачальников. Нету их. Мам, больших военачальников нет, но насколько я знаю, насколько я понимаю, там же не просто помощь от НАТО, помощь от Запада, там же дают помощь не только вооружениям и деньгами, там же дают помощь и военными мозгами. Военными мозгами из тех стран, где они обучались. Но военные мозги в связи с необученной армией Украины это тоже не очень мозги. Сложно. Что Украине стоит опасаться. Двойка мечей. Вот ты понимаешь, они, конечно, воюют, но они не воюют. Слушай, знаешь, мне кажется, неправильно ты читаешь, нет, мне кажется, здесь им нужно опасаться военного баланса. Вот, может быть, переговоров каких-то, нет? Наоборот, понимаешь, они боятся того, что надо делать, идти на переговоры, понимаешь, эта карта очень странная. То есть для того, чтобы у тебя был результат, нужно, раздробив что-то, отдать или захватить то, что у них нет. Вот им нужна маленькая победа. Понимаешь, вот не то, что отнимают Россию, а у России что-то взять, пускай маленькое, это будет победа. то есть, вот понимаешь, это в жизни так, чтобы победить, надо или отдать, раздробив, или захватить то, что даже и не думали. Белгород, это Украина. Это очень сложная карта. Но это надо сделать как-то мирно, не нарушая вот того, как ты говоришь, баланса военного. Вот надо что-то взять у России, чтобы они опомнились. Ты понимаешь? Абсурдно. Но это один из выходов. Интересно. Дальше. Что стоит опасаться? Тройка Пентакли. Им стоит опасаться вот этих, мне кажется, им стоит опасаться переговоров, сделок. И им стоит опасаться колуарных решений. Понимаешь? Это колуарные решения. Сделка. Сделка. Я не знаю, может быть, они делают, чтобы война затянулась. Ведь обогащение идет. Понимаешь? Вот эти колуарные дела, они под грифом Пентакли. Это не просто дом. Это дом с деньгами. Конечно. И поэтому и вернуть эти деньги, кто взял уже, тоже не хочется. Понимаешь, мам, вот как бы, кто бы, что бы не говорил, война кому-то выгодна. А в данном случае война выгодна всем сторонам. Понимаешь? Ну, проблема здесь в чем? Люди теряют жизнь. Идет трагедия штормит всю планету. Понимаешь? Деньги-то деньгами. Ну, блин. У меня очень многие из Украины, из Киева, они говорят, у нас нормально. Нормально. У нас нормально. Мы учимся, работаем. Мы войны как таковой. Где-то там есть, вот, дрон или что там, да? Но у нас хорошо. Учатся и открывают бизнесы. Знаешь, удивительно, вот две столицы, Москва-Киев. В Москве вообще войны не чувствуют. Живет, цветет, вечеринки, все, как будто войны нет. Киев. то же самое. Понимаешь, это идет обогащение. Этого им нужно опасаться. Не держать вынужденный мир. Надо что-то захватить. Понимаешь, не свое. Тогда это как контр будет, понимаешь? Контровое такое. И тогда... Минск, может быть. Ну, Минск, это же, это же Беларусь. Близко. Мы с мамой сейчас смотрим сериал «Чернобыль». Первый раз за два года на HBO. Интересная, правда? Серьезная серия. Королева мечей. Слушай, мне кажется, здесь не в контексте здоровья. Нет. Вот только хотела сказать. Это хотя бы, понимаешь, у них стало тайное больное воображение. По картам им это практически внутри нравится. Жиза, бабочка. Я не понимаю, почему у них нет победы при всем наличии. При всем наличии. Вот. Может быть, они сами делают, какой-то стоп, чтобы еще что-то им помогли. Понимаешь, вот эта карта, она очень сложная. Двойка мечей. Они свое не отдают. Если вы свое не отдаёте, ну, возьмите, чтобы русские за свое боролись. Чего не борются за украинские земли? Пускай уже сделают так. Дальше. Параллева кубков. Кубки на кубки, да? Кубки на кубки, да. Иллюзии. Понимаешь, иллюзии любования. Этого надо опасаться. Это надо опасаться. Вот. Киев, он цветёт, учится, работает, созидает. Это вот те окраины, ну, отдай, что хотят, захватив. Это должна быть очень мудрая военная политика. Да, политика. Это политика военная. Это им надо опасаться. Понимаешь, что им опасаться? Мир, деньги, иллюзии. Что им надо опасаться? Скажи на картах, посмотри. Король мечей. Понимаешь, они стали играть в ждунов. Тянут время. Тянут время, этого делать нельзя. Неужели нет, нет столько силы, чтобы отбить, вот как ты говоришь, эту же Авдеевку? Ну что, ну это смешно. Два года. Нет, что там было, это, до этого бились, как же он назывался? Нет, не Буча, вот это вот тоже. Бахмут. Его они, русские, восемь месяцев брали. Теперь Авдеевка, камень предкровения. Понимаешь, из-за какого-то небольшого села, образно уже просто место, какая-то вот высота, да, вот просто месяцами тысячи людей там оставляют в своей жизни, понимаешь? Знаешь, война приобретает образ Шутовской. С обоих сторон? С обеих, да. Сейчас пошли недовольства Зеленским, ходят слухи. Это правильно, что они не дают никакую информацию по потерям, они хорошо не дают информацию никакую по калуарным вот этим вот скандалам. Это все правильно, потому что сейчас не время выяснять отношения публично, это все верно. Выборы, мне говорят, вот там выборы, вот в Украине не будут проведаться выборы. В военное время по конституции выборы в Украине, по украинской конституции выборы не проводятся. Ну, нельзя менять лошадиной переправе. Сейчас нельзя. Какой год будет у Зеленского, как у президента? 24-й год. Да. Какой год будет у Зеленского 24-й? Как у президента. Как у президента. Восьмерка Бастонов. Понимаешь, он торопыга. Он же тоже хотел быстро взять, да? Не противоречь, не противоречь, мам. Ты только что сказала, переливает из пустоя в порожнее, а здесь он не торопыга. Мне кажется, год для него будет резкий и очень стремительный. А какой стремительный, надо увидеть. Где он? Его год закончится быстрее, чем он думает. Давай посмотрим на остальные карты. Вот эта карта говорит, это быстрее, чем он думает. То есть, сейчас надо делать то, что надо было еще год назад сделать. Понимаешь, это его скоропалительное решение. Это только его решение. И поэтому, понимаешь, на каждую вещь он должен созреть. Он торопыга. Дальше. Какой год? Юстиция. Не знаю, у меня мысли такие идут. Он даже боится заканчивать войну по бумагам. Вообще, иногда, вот эта карта, конечно, исправить положение, но эта карта пожарная такая. Здесь очень мало кто видит вот здесь, на юстиции, пламя, полохи такие. Он бы мог это все как-то приостановить. И ему не дают решать. Ну, как ему дать решать? Он не военный начальник, да? Калуарные люди. Понимаешь, они ему помогают брать деньги и не помогают решать. И он это понимает. И то есть, у них это бесконечное совещание, совещание, понимаешь, бесконечное. Но около него находятся лицемеры. Кто-то обучен, а кто-то нет. А кто-то просто наблюдает, а что будет? Очень страшное время. Он не может определиться, Зеленский, кто есть кто. Хотя сейчас идет вот это столетие эра Водолея. Он Водолей. Дальше. Какой у него будет год? Четверка. Кубков. Зеленский думает, что в середине лета все решится. По его тайным планам это середина лета. Это конец июня, начало июля. Все решится по его понятиям, что ли, да? В середине лета. Ему бы еще выстоять, как он думает. Полгода. У него все для этого есть. Только он должен понимать, что у него очень неправильные документы. Понимаешь? Это было. Это было. И поэтому, может быть, война один из аспектов, что он не выполняет. Может быть, даже свои предвыборные президентские обещания. Ну что? Он сказал, войну не будет. Закончим. И поэтому народ, в общем-то, который его выбирал, он, конечно, в смятении. Ну, не он же начал войну в то же время. А надо было как? Не, мам, здесь тоже сложная тема. Прежде чем начать войну, нужно выполнять договоренности. Мам, еще, наверное, за два года до начала войны я не мог понять риторику. Риторику Скобеевой, Соловьева. Ненависть в сторону Украины шла. Каждый божий день часами стоял Орд. И я думал, к чему? Почему их не оставляет Украина? Потому что подготовка к войне была года два. Говорят же, если бы не было ковида, война бы началась раньше. Когда война началась, ковид закончился. Представляешь, сразу. Да лучше бы он не заканчивал этот ковид. Дальше. Что его ждет? Шестерка Бастона. Понимаешь, он настолько визуализирует свою победу, он давно уже ждет хорошие вести. Но это тоже кулуарное решение, что здесь три человека, что, понимаешь, ему дают ложные надежды. И он уже и не ждет, ну, как-то надеется еще, понимаешь, что ему принесут издалека, это издалека хорошие вести. Вести. он ждет гонца. Солнце. Хорошо все будет у Зеленского. Хорошо. Понимаешь, гадаем на войну в Украине, ни одной военной карты нет. То есть, может быть, напрашивается вывод, что ему, как президенту, ну, конечно, не вольготно, но что-то это дает. Нет военных карт вообще. Ты же видишься на чем. Закончится война в Украине в 1924 году? Какая будет карта победы? Вот вести бы хорошо было. Туз Пентакли, тогда все скроется. Туз Пентакли это самая лучшая карта на любое окончание, если Туз Пентакли, дальше гадать нельзя. Смысла нет, да. Закончится ли война в Украине? Рыцарь Пентакли. Понимаешь. Как сказали по российскому гаданию, деньги будут идти, и это, ну да. Понимаешь, у них стали паузы неоправданные. Ну, паузы. Понимаешь, ведь ни одна... Мам, мам, не паузы, денежные паузы пошли. Денежные паузы, и в работе паузы. Мужики-то на войне, мужчины не работают. Айтишники, еще там кто-то, понимаешь, они даже паузы употребляют не по-умному. Пауза, если вот военная, соберитесь стратегически, подумайте, позовите каких-то военных экспертов, кто соображает, как сделать победу. Девятка Пентакли. Что в России, что и в Украине, элита живет сладко. Жила и будет жить. Ей война, вся элита в Киеве, она не в Авдеевке. Нет. И поэтому, сытый голодному, не разумеет. То же самое к войне можно употребить. Понимаешь, они как жили хорошо в Киеве, так и живут хорошо. Их это может быть и не совсем элиту касается. Пятерка мечей. Война в этом году не закончится. Я не понимаю, почему украинцы так несерьезно относятся к военным действиям. Это хитрая война, обманная война, но все хитрая война делает все хитрые решения. Это шахматы. Вот как сначала сказала, отдайте что-то, чтобы потом забрать. Это плюс. То есть, они должны врага спровоцировать. Это такой же прием, я так понимаю. Ну что, на одном месте, на одном месте. Что это? Война будет. Восьмерка Пентакли. Понимаешь, для них война стала, это работа. Работа. Рутинная работа. Это рутинная работа. Оружие дают, деньги дают. Они воюют, ведь ничего не отстояли. Не прогнали. Ну, туда, сюда. Вот это вот, знаешь, пограничная тема, она как была, так и есть. И поэтому нужно спровоцировать. Паш Мичей. Нет у них военных аналитиков. Нет. Вот, когда им приходят здравые мысли, крамольные такие, по войне, да, они их не могут разгадать, разложить по полочкам. Они не могут. Ведь настолько редко встретишь вот стратега, тот, кто считает, военного аналитика. Знаешь, когда меняли этих военачальников в России, да, я в Украине вот за этим не особо слежу, но я сидел всегда за Россией. Помнишь, вот это выбрали Лысого, такого здорового мужика, его же называли генерал Армагеддон. Да. И он, значит... Суровикин, что ли? Суровикин, наверное, да. Ну, вот кто-то о прокове говорил. И так его вот, он там в Ира и где-то, блин, в Сирии, где-то такой вот прям это. И мне прям на какой-то момент, когда они его вот пиарили, да, вот по-российским этим, я же в моей работе, ну, не знаю, это у меня сплетни новости, видео выходит каждый день. Вот, например, вчерашние сплетни выходили, интереснейшие сплетни, у меня 4 туб-канала. Я по своей работе слежу новости отовсюду. И они его так преподносили. Генерал Армагеддон, сейчас это... И меня с таким ужасом ждал. Сейчас что-то страшное начнется. И где теперь генерал Армагеддон? Все, через сколько месяцев его задвинули назад и звать его никак. Он чуть ли не под арестом стоял, понимаешь? Вот какие правители... Такие генералы Армагеддона. Такие генералы, понимаешь? Таких людей нужно оберегать, лелеять, чтобы они работали мозгами. Война – это мозги. Да. Никто кого передумает. Конечно, передумает. Это как Наполеон сказал, я не полководец, я математик, я просчитаю. Так где у них просчитано все? Не там, не там. Не там, не там. Сейчас пошла риторика. Одесса. Одесса. Да. Что Херсон, Одесса – это исконно русские земли. Идет прямо такая серьезная риторика про Одессу. Возьмут ли Одессу? Там когда-то жил граф Строганов. Ну, это вот сейчас путинская вот эта вот тема. Это исконно русские земли, Одесса. Она же в середине. Ну. Возьмут ли русские... Одесса. Будут ли серьезные военные действия в Одессе? Или это все пройдет мимо? Если они Абдеевку не могут сделать. Ну, мам. Ну, можно не гадать на Одессу. Ну, давай посмотрим. Еще раз. Возьмут ли они... Одесса. Девятка. Бастону. Никогда. Это карта защиты. Это карта защиты. Понимаешь, это не иллюзия, а это прожекты, которые как будто бы уже решены. Нет. Не возьмут. Кто ж такое придумал? Ну, такую риторику ведут. Больную ногу. Больную ногу. Эта карта называется еще делать неправильные решения. Вот просто как... Безумные решения. Безумные решения, да. Возьмут ли они... Пятерка губков. Око видит, а зуб не имет. Понимаешь, это какие-то уже такие психически ненормальные мысли. Это, знаешь, я думаю, не психически ненормальные мысли. Это психически ненормальная пропаганда. Это вот уже вот с той стороны идет. Потому что многие сейчас украинцы задаются вопросом, почему идет Одесса, русские земли. Одесса. Какие Одесса, русские земли? Одесса. Красивейший город. Десятка бастонов. Чтобы взять Одессу, нужно взять сначала Авдеевку. Понимаешь? Надо что-то бросить, и туда уже все направить силы. Какая Одесса? Они бы разобрались со своими мыслями. Которые с краюшка. Да. Они же говорят, окраина, да? Фантазии глупца. Понимаешь? Это тоже вот какой-то контур. То есть они хотят отвлечь. Отвлечь, да. Отвлечь. Это фокусы. Это наперсточник. Кто ж такое решил? Это уровень такого шарлатана. Какая Одесса? И в итоге... Императрица. Ну что ты. Одесса как стояла, так и будет стоять. Это как будто бы мать. Понимаешь? Не Киев. Вот может быть Киев отец, а Одесса мать. Понимаешь? Не. Это иллюзия обезумевших. Одесса. Странный вопрос. Первая карта, как выпала по теме. Конечно. Конечно. Ну что ты. Понимаешь? Наверное, Одесса тоже настолько сейчас защищена. Это же монументальный город. Значимый город. Ну хорошо. Войну мы поняли, что война в этом году не закончится. А что этот год даст Украине? Что это 24-й год даст Украине? Паш Кубков. Вся наша жизнь игра. Игра продолжается. Понимаешь? Это игра войны. Я понимаю. гибнут молодые мужчины. И я понимаю. Но я не вижу ни одной военной карты. Нет военных карт. Может быть это кому-то настолько на руку. То есть продолжение требуется. Ты же видишь карту. Это игра. Четверка мечей. Это жизнь искалеченных молодых людей. Понимаешь? Кто-то готовится. Это человек практически. Понимаешь? Воинам, которые сейчас там есть, им нужно отдых. Им нужно отдых восстановления. Не меньше трех-четырех месяцев. Некому воевать. Есть кому, но какие они. Очень многие люди умирают, потому что не выносят вот этого два года на сырой земле. Умеренность. Она продолжится. Я не понимаю, почему. Такие карты с продолжением. Понимаешь? Помнишь, я тебе говорила? Они пытаются пролить живую воду на мертвую землю, да? Но это ничего не дает. Понимаешь, мысли, планы и действия их нужно собрать вместе, как в той, в калуарной диаспоре, скажем. Понимаешь? Они не могут решать. Скажи, ты, может быть, знаешь кого-то из военно-начальников таких знаменитых? Нет. Я не знаю. Исторических знаю. Исторических знаю. А сейчас главнокомандующий там Зеленский. Ну, по умолчанию президент. Что там, что там. Вот это вот ты понимаешь. И результаты такие. Карта мира. Все будет идти по кругу. Понимаешь? У меня такое ощущение, что им, если мягко, ну, не мешает это, что ли. Не знаю. Понимаешь? Все идет по кругу. Потому что у них очень много помощников. Много помощников. Такой явной помощи нет. Но ни войны нет, ни мира. Войны нет. Мир, он уже ушел. Понимаешь? Все будет идти по кругу. Император. Как в России решает император, так и в Украине решает все император. Я не знаю, почему он настолько вот уверен в себе. До конца жизни, что ли, он будет так уверен в себе? Мам, не до конца жизни будет уверен в себе. Понимаешь? На данный момент, в данной ситуации, невозможны выборы, потому что идет война. В военное время, мам, ну это как? Это суд военного времени, президент военного времени. Сейчас вот такая, он действительно мешающий человек. Это правда. Конечно, но, понимаешь, здесь должны решить два президента. Но когда он шел на президента, ведь он же говорил, что войны не будет. Но не он же начал войну. Ну, значит, нужно договориться. Отдав территории. Там говорят, мы договоримся отдать нам территорию. Я тебе сказала как. Ну, мам, ну, значит, не договариваться, а по-другому. Что от него зависит? Зависит только от Зеленского. Сейчас зависит все. От Зеленского в этом году что? Зачем спрашивать? От него и так все зависит, мам. Что от Зеленского может зависеть? Рыцарь кубков. Переговоры. Дипломатия, да. Что от него может зависеть? Девятка кубков. Понимаешь, вот он немножечко обохвалится. То, что сейчас якобы есть, у него все, там вот оружие, там ему помогают, это иногда блеф. Этого не хватает. А чисто внешне доволен, может, он лично доволен, что от него зависит? Королева Бастона. Не знаю, он какой-то зомбированный. Что ли? Я не знаю, кто его так... Понимаешь, два года войны, это тоже ведь настрой изо дня в день. У него тоже покоя нет, да? Он не знает, чему воспитывать людей, чему надо воспитывать. Он может это закончить так же, в полгода, думая о преемственности поколения. Там же гибнут мальчишки, молодые мужчины. Нет военных карт, а продолжение есть. Он может решить этот вопрос в полгода, он его не решает. И он его не решит, мы кинули, что ждет в полгода. Он его не решает. И не решит. Может быть, кому-то это и вольготно. Ведь их же семьи защищены. Давай совет надо. Украине? Ну, мы заканчиваем советом. Давай совет. Двойка кубков. Двойка кубков. Понимаешь, это можно договориться полюбовно. Это же договор. Можно сделать какие-то взаимоуступки. Это же люди скоро поженятся. Понимаешь? Каждый стоит на своей гордости. Дальше. Десятка пентаклей. Некому договариваться. Они настолько богаты и обеспечены. А что им договариваться? Они находятся в позиции наблюдающего. Это люди, которые воюют, и которые средний класс. Это им плохо. А элите в одной и в другой стране хорошо. Паны дерутся, у холопов чубы трещат. Да. Дальше. Семерка пентаклей. Понимаешь, они договариваться не хотят. Потому что думают, не начав переговоры, что это ни к чему не приведет. Но хоть что-то вот. Понимаешь, вот эта карта, как та карта Вамича. Хоть что-то надо взять. Понимаешь, что что-то надо унести. Это оставить, а это унести. Пускай кто-нибудь что-нибудь возьмет. Или Россия свою возьмет. Или Украина что-то возьмет у России. Тогда будет оправдана битва. За что бьются? Отшельные. Я не знаю, наступая на гордость или нет. Но когда им советовали серьезные люди, знающие люди, они их отстранили. Сейчас, насколько я понимаю, в окружении Зеленского нету корифеев. Нету. И ему некому подсказать. Понимаешь, о кого он, может быть, когда-то обидел. Он вряд ли вернется. Башня. Разруха в некоторых считается это Божий дом. То есть разрушив... Зачем они рушат, когда можно договориться полюбовно? Зачем рушить уже то, что уже разрушено? Вот ты сказал, Авдеевка. Она разрушена. Четверка Пентагг. Да не хотят отдать свое. Не хотят. Никто ничего. Вот, знаешь, нарвались на передачью траву. Ни те, ни другие. Знаешь, эта карта говорит о том, что с третьей стороны решится это все. Ни Россия не решит, ни Украина решат, с третьей стороны кого-то уничтожив. Это тупиковая карта. Россия в тупике, и Украина в тупике. Понимаешь, здесь надо бояться третьего решения, как было по первому гаданию. Россия и Украина. Кто-то ждет. Здесь никто не решает. Ни Украина, ни Россия. К сожалению. Ну, тогда сделайте так, чтобы что-то взять. Вот, видишь. Король ничей. Эту войну можно остановить просто... Вот как секира падает, ее можно остановить вот в одночасье. Еще, видимо, не до той кондиции дошли и тот, и другой народ. Ведь, как ты говоришь, некогда братские народа. По-братски договоритесь. А сейчас такого нельзя, мам. И все равно. Нельзя. Нет, нельзя. Хорошо, понимаешь? То есть, если сейчас это нельзя, значит, кто кого перебьет? Да. Что это за решение? Ну, нельзя. Ну, вот как, мам? Но они, наверное, так же думают, что нельзя договориться. Ну, нельзя. Ну, вот как бы тебе приходили, твои дома разрушали, твоих родных, близких, знакомых уничтожали. Как ты можешь смотреть в глаза человеку другой нации, который представляет собой нападающего, и пытаться с ним договориться? Это нереально. Это нереально. Это кровная вражда на поколение вперед. Никаких братских государств здесь быть не может. Ни под каким видом. Прошло время возможности договориться по-братски. Значит, кто-то решит со стороны одним махом. И в итоге... Псерка пентакливая. Так они не воюют, они соперничают. Это очевидно, а по-другому прочитать? И одна, и другая сторона идет по неправильному пути. Они в параллель идут. Одни воюют, и другие воюют, понимаешь? Кто-то должен остановить это все. Они идут. Могли договориться, разрушают. Все хуже и хуже. Ментально это все, да? Сила. Вот когда сначала вышла королева губка в начале гадания, там должна вступить какая-то женщина сильная. Эту ситуацию может разрулить сильная, знающая, подкованная женщина. Сейчас ситуация такая, что, мне кажется, эту ситуацию могут между Россией и Украиной... Вот мы гадали на прошлой неделе. Только женщины. Вот если пока, блин, бабы не возьмут ситуацию в руки... Понимаешь, и в Украине такая... Она давно уже есть. Какая-то женщина. Сильная, мягкая, понимаешь? Дебилая. Восьмерка мечей. Я боялась эту карту, что она выйдет. Знаешь почему? Как ты читаешь эту карту? Можно выйти из ситуации, но не выходят. Нет. Эта карта читается по ТОТу. Они не хотят решать свои проблемы. Они думают, что их проблемы... Украина думает, что их проблемы решит кто-то. И это их первое заблуждение, самое глобальное. Понимаешь, он может решить, да? Украина может решить, да? Но пускай это сделает за нее. У нее очень много помощи. Она просто привыкла к такому положению вещей. Они свои проблемы сваливают на другие, в данном случае, страны. Ты понимаешь, что гадание на Россию, что гадание на Украину... Этот год, следующий год, это будет год продолжения войны. И она не закончится. Понимаешь, они боятся понемножечку. А вот если... Ну, раскройте, ну, раскройте руки, пойдите. Понимаешь, Россия, может быть, и бьется неправильно, но своими силами, да? А Украина бьется чужими силами. И Украина думает... Ну, мам, ну, ерунда. Им же дают оружие. Оружие даются, но бьются-то своими силами. Я понимаю. Так они думают, что кто-то решит их вопрос. В этом их беда. Какой ужасный год. Какое ужасное было гадание. И я думаю, следующий год будет не легче. К сожалению. Интересно послушать ваше мнение. Подписывайтесь, ставьте лайки. Конечно, интересно мнение послушать именно украинцев, потому что вам изнутри тоже виднее. Кто хочет лично пообщаться с мамой, пишите в директ ее о стенду Екатерины. Катя обязательно устроит вам личную встречу. У Кати есть Телеграм. Подписывайтесь еще раз и ставьте лайки. Вот такое вот было гадание. Спасибо всем за внимание. Мира и свободы Украине. Перемен России. Увидимся на следующую субботу. Разумно. Всем пока. До свидания. Субтитры сделал DimaTorzok